Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга пророка Исаии. 30 глава 7 стих и 15. Ибо помощь Египта будет тщетна и напрасна, потому я сказал им, силой их сидеть спокойно. Ибо так говорит Господь Бог Святый Израиль. Оставаясь на месте и покое, вы спаслись бы в тишине и уповании крепость ваша, но вы не хотели. Речь идет о том, где искать помощь. Иногда ищут на стороне, заключают союзы, антанты, какие-то договоры варшавские. А перед Богом есть что это? Главное упование на Бога. И здесь напрасно. И все разрушилось, как будто никогда этого не было. Из всех пророков, какие были в Ветхом Завете, по милости Божией, сохранились их труды, только одного пророка называют, новозаветный пророк. Это Исаия. Он описывает страдания Христовы так, как будто он сам у креста стоял. 53-я статья. Евреи очень умные люди. С ними беседовать легко. Особенно, которые знают Писание. Но как только доходишь до 53-й главы, даже начальство их, один ответ все одинаково дают. Не будем об этом говорить. И с такой тоской говорит, с печалью. Почему? Или внутри они все-таки знают, кого распяли. Он понес немощи наши. И изъязвен был за беззаконие наше. И ранами его мы исцелились. У Израиля было много врагов. И каждый раз книга царств говорит, когда они отступали от Бога, Бог насылал царей других. Они их пленяли. Плену они, как будто заново проснулись и понимали, да зачем нам чужие божества. И начали вопиять к Богу. Бог освобождает. Живут 50-70 лет. Новое поколение вырастает. И опять уже в яму лезут. Притом это многократно. Я часто обращаюсь к современным событиям, какие сейчас идут. Когда-то Финляндия входила в состав Российской империи. А к чему это? А к тому, что это одно из просвещеннейших государств. И у них вот это, что называют гей-парады, на полном основании. Одна из депутатов, фамилия, имя указывается, помолиться за нее, как Кристина. И она засчитала кремлинам о том, что мужчина, говорит, совмещается с мужчинами, делая срам и получая должное возмездие за свое заблуждение, оставив естественное употребление женского пола. И ей грозит срок до 6 лет. Это даже вообразить нельзя. Но сейчас за нее буквально во всем мире молятся. Не знаю, как звать. Будете молиться, вспомните ее. И когда сейчас стали обсуждать здесь, ну, дескать, Россия это тот оплот, который не даст проникнуть этой заразе сюда. А другой сидит здесь и говорит, уже давно проникла. Мы можем теперь думать только о том, как чтобы не распространялась эта язва. Она уже здесь во всю идет. И преподают и в школах, и везде. Итак, помощи искать нам не откуда. А только от Бога. А как? Я обращаюсь к своей биографии, что я испытал то, что было с апостолом Павлом. Но нельзя обращаться. Не обращайтесь в Египет. Сидите на месте тихо. Нам не надо искать помощи нигде, что давайте вот мы поменяем юрисдикцию свою, пойдем там вроде в патриархию. Нет, нас там никто не ждет. С нами будет покончено в течение одной недели. Вот только на неделю. Эта неделя такая была. Знаете, нашу дорогую сестру Нину Александру Желнирову. И она написала, что у них там делается. Шесть лет стоит за дверями. Шесть лет в храм не запускают. Сестра Татьяна приехала, полный допрос и туда же. Шесть лет. Зимой стоит валенки протаивать до земли. А они построили второй храм. И сейчас оба храма на замке. Незадолго до этого об открытии подписали 96 человек. А сейчас никого нет. Это почему? О помощи люди ищут где-то. Я сказал сестра. Теперь она не за себя говорит, а за людей. Патриарху письмо направили, местному митрополиту. И там, который округ Славгородский, к которому как бы относилась клочки и ребриха, там был один. Так вот, Владислав. А сейчас прислали Антония какого-то. И он говорит совершенно другого характера. Тоже помолиться надо. Ему она посылает. Все подробно изъясняя. Помощь приходит с неожиданной стороны. А откуда мы не знаем. Вот меня арестовывали не просто так пришли, а по санкции Московского КГБ. Это серьезная организация, МГБ. Местные обязаны были это выполнить. Но что-то они такое сделали, там на корочке написали, видимо, чтобы ко мне даже пальцем не прикасались. При мне убивали, просто убивали людей. А до меня, говорит, в красный уголок называлось, в лагере. На уровне головы все крови залито было. А ко мне пальцем не прикасались. Эти органы, которые же сажали, и помощь от них шла. Даже не верят. Первый раз, когда были меня, приехал тот, курируя мое дело, подполковник, на машине. И прямо из тюрьмы меня привез домой. Я матери вашей обещал вас вернуть. У людей, у которых трафаретное мышление, вы на них сотрудничали. Как? Где? Обвинений каких нет. И ничего не сотрудничал. Но они вербуют. А вас вербовали? Нет. Первый допрос я начинаю ему рассказывать о Христе. Так это вы его вербовали? Да нет. Но один из них стал священником. Вот что, за что еще злились-то? Такого умного, хорошего, перспективного. Вы погубили на меня? Нет. Христос взял и не погубил, а спас. И воскресил его. Этот человек, священник, приезжал. Что у нас тут встреча была. Милостью Божией мы узнали, где помощь. Сейчас мы посмотрим, как святые пророки всю надежду возлагали на Господа. И враги были в много крат сильнее. Вот как мы сейчас живем. Нас со всех сторон окружают враги. А что делать? Нам дано право молиться за царей начальствующих. Усильте молитву за патриарха. Ему нелегко. За место митрополита, из-за того Антония я назвал. За правителей. Мы ежедневно молимся. Вы не знаете, разве? Примкните к нам. У нас интернетное большое общество. И люди собираются. Звонок раздается. Через каждые два часа встаем на молитву. Сто поклонная молитва называется. Считает Писание. Очень сильная группа получилась. Святых отцов приводят масса ежедневно. Вчера только с трех сторон мне сообщили. Они обратились через наши передачи. Меня называют отец духовный. Я знать не знаю никого. Новые и новые люди подходят. Чьи-то молитвы достигают. Вы даже не знаете. Молитесь, чтобы слово Божие не умолкало. Тут у нас записывают. Я еще домой только прихожу, гляжу, уже это в интернете стоит. Поэтому не смотрите на тех, которые чего-то боятся. А что нам бояться? Мы говорим о Боге открыто. Мы не противники государству, не патриархии. Мы за всех взываем Господу. Я хотел об этом сказать. Наша сила сидеть спокойно. Еще Исаию откроем. 14.13. Это минутку. И 2.22 лучше открыть. По порядку. 2.22. Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его. Ибо что он значит? У нас тут в Остапе потерять и было подполковник милиции. Всякие пакости писал. Прямо Толстый. Я приехал к районному прокурору. Он говорит, вот сколько жалоб. Я говорю, а почему не принимайте никаких мер? Где-то мы кого-то ограбили. У меня специальный спецназ. Там я делал военную форму. Ну, бредно. И что? И он угрожал. А у меня начальник тюрьмы. А тот генерал-лейтенант был. Я знаю. И внезапно того под суд отдают. Этот внезапно умирает. И никого нигде нет. Ничего не надо. Просто взывать Богу. Господи, мы избранные Твои. Ты назвал нас святыми Твоими. Освященными через Слово Божие. Пришли в защиту. И при том, так делается незаметно, тихо. Вдруг сообщают. Никого нет. Я вижу поле пустое. Стояли войска. Никого нет. И мы об этом прочитаем сейчас в Священном Писании. Четвертая книга Царств. 18.37. И пришел Елиаким, сын Хилкиин, начальник дворца, и семна певец, писец Иоах, сын Асафов, дееписатель кизовики в разодранных одеждах, и пересказали ему слова Рапсака, 18.37. 18.37? Да. Четвертое царство, 18.37. О том, как враг окружил столицу, продолжение можно взять. Исайя 37.28. Слушайте внимательно. И вникнем в обстановку, как это было. Город окружен. Как Машкара облепила, иногда бывает, какой-то труп, точно так здесь. Иностранный, самый сильный царь посылает войска отборные, и речь идет не о двух каких-то дивизиях, а 185 тысяч. Это по сегодняшним меркам тоже немало. Так, Исайя 37.28.26. Сядешь ли ты, выйдешь ли, войдешь ли, я знаю все. Знаю дерзость твою против меня. За твою дерзость против меня и за то, что над меня твое дошло до ушей моих. Я вложу кольцо мое в ноздри твои, и удило мое в рот твой, и возвращу тебя назад в ту же дорогу, к которой ты пришел. И вот тебе языки, знамения, ешьте в этот год выросшие от упавшего зерна, а на другой год самородные. И на третьи сейте, ежните, садите виноградные сады, и ешьте плоды их. И уцелевший в доме Иудином остаток, пусть опять, пустит опять корень внизу и принесет плод вверху. До 36 стиха. Ибо из Иерусалима произойдет остаток, и спасен от горы Сиона. Ревность Господа Саваофа садил и Тетер. Посему так говорит Господь о царе Сирийском. Не войдет он в этот город и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала. По той же дороге, по которой пришел возвратиться, а в город сей не войдет, говорит Господь. Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида и Рабана его. И вышел ангел Господень, и поразил в стаде Сирийском 185 тысяч человек. И встали поутру, и вот все тела мертвые. Представьте такую историю. Помощи ниоткуда нету, город окружен. И говорит страшные слова, что Бог поможет, надейтесь. Тут танки нужны, самолеты. А у вас ничего этого нету. Сидите здесь, ну как Кёнигсберг. Неприступная крепость. Пало. А здесь получилось так, что никто никаких бомб не бросал. Тихо. Ну как ночью. Дежурный, я представляю. И вдруг тот встает, показывает фильмы. Он идет одни трупы. А где? Армии нету. Это не сто раз там проходил ангел. Один раз махнул, и все. Никаких войск, никаких дивизий. Не надо ничего больше собирать. И той же дорогой, как Наполеон, пойдешь обратно домой. А дальше царь говорит, и поднимутся сыновья, и убьют его. И сами другую страну убегут. История, она уже прежде бытия, 138-й псалом говорит, она уже у Бога записана. Я называю это проекцией уже того, что должно быть, назначено, она идет на землю. И чем ближе эта тень, тем яснее и наконец совместится. Они думали, мы пойдем туда, у порока Иеремии много об этом говорится. И помощь будет, нет. Он на пути разбивает Египет, и ничего нигде нету. Вот представьте эту историю. Люди собираются. Вот когда раскулачили, что брали? Люди не знали, что брать. В среди ночи приходят, ребенка на руки выгнали. На улице 40-х, в котором ребенок умер на руках. Сегодня все это открыли и показали. Эти ни один, ни два, а речь идет о 12 миллионах лучших тружеников убили. Это сегодня все абсолютно архивы подняли и показывают. А что, откуда помощь искать? Неоткуда. Мы подошли к этому. Слово Божие определенно говорит, надежда возложила Господа. И Господь Бог внезапно явит в могущественную свою десницу. Вот у нас, как не давали регистрации, так патриархия летовала. Здесь они не под каким видом, чтобы не зарегистрировали, зарегистрировали. Не однажды проходим перерегистрацию, и к нам отношение очень хорошее. Ну а чем отличаемся мы от них? О которой наши дела вел, там, это краевая юстиция. Он говорит, ну, как объяснить вам? Ну вот как написано, они так и поступают. Там Иван Егорович сказал. До того интересно. Вот как написано, говорит, у них там в Библии, они так и поступают. Хорошо бы, если мы на суде Божьем услышали эти слова. Вы сидите в осаде, он говорит нас, Михаилович, чтобы пить мощи свои, у вас воды не будет. И он пришел, что он говорил, и перед Богом предстал, и говорит, вот как говорит, не войдет, нет, этого не будет. И что нам, какие угрозы сегодня во всем мире, этого не будет. Мы молимся. Ведь перелом вонетов наступил, когда в 43-м году церкви открыли. Совместите это все вместе. Воевали, и вдруг священников, архиереев упускают войны, и сынерский лука вышел, получают премию в такую престижную государственную загнойную хирургию. У Бога всего много. Нам нужно только сказать, Господи, веди меня ты. Наши вычисления, где больше войск, где меньше, ничего не дадут. Он вышел один, Голиаф лежит. Он выше его, там два раза был, ничего не поможет. Итак, считаем исход с 14-13. Но Моисей сказал народу, не бойтесь, стойте, и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне. Ибо египтян, которых видите вы и ныне, боли не увидите вовеки. Никого нигде нету. Вдруг приходит реабилитация, и везде двери открываются, и в редакциях, и везде. Думал ли это? Нет. И даже признаков не было, и внезапно вдруг все так случается. И сегодня, какие бы ни были угрозы, с какой стороны все ополчаются вокруг нас, России, не верьте этому, что что-то удастся. Будет только то, что предназначено. От нас требуется покаяние, искренная молитва, и сколько возможно видеть нуждающихся и помогать. Мы считаем, плащ Еремии, 3.26. Книга, как называется, плащ, родная книга такая, там один стон идет. Как думали, по теню царя своего императора будет, и не императора нет, и семьи все расстреляли. И вдруг приходит помощь совершенно неожиданная. 3.26. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Нетрудно нам научиться это. Сегодня сколько пишут, какой готовится голод. Как тысячами тонн пшеницу сваливают в море. В море специально, чтобы других поставить на колени. Ну, прямо фотографируют и все показывают. Нам нужно только довериться Богу. У Бога всего много. Для нас хватит там и лепешек с медом, и манной, которая на деревьях растет, как было с Израилем. Они же роптали, лепчатого лука нет, чеснока нет, огурцы вспомнили. А Господь так накормил их, который ропот совершали, ни один не вошел. Да ты же вывел нас, Господи. Вывел, а теперь в песок зарою. Сохрани Бог нас, не доверять Господу Богу. Как Он нас хранит здесь? Посмотрите, даже наши улицы все тут украсили, как идешь и не запинаешься больше. Считаем. Псалом 117.8. Как Давид? У Давида сплошняком, я посмотрел, даже выбирать нельзя. Десятки раз он говорит Богу, на тебя возложил упование мое. Считает, живые помощи идут на войну. Ну, там все сказано. Вокруг тебя получится тысяча и десять тысяч одеснует тебя, но к тебе не приблизиться. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие беззаконным. Что-то не ладится в себе, возложи на Бога упование. Родные бывают Бога теряют. Ну, что делать? И укоры тебе будут плохо, ты с ними вел себя, и поэтому у Бога все вымерено. Приходит день, и все внезапно осияется солнцем любви Божией. Салом 117.8. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. У меня большие связи там. Этот у нас милиционер говорил, у меня большие связи, я много могу вам зла сделать. Так неужели для этого связи, чтобы зло нам делать-то? И нет его, и никто. Кто ему мог помогать, и того нигде нет. Почему? Господь. Вы даже не знаете, сколько людей молятся и произносят, Господи, сохрани крестовозвиженскую общину и свято-амфимовскую. Они не были ни разу здесь, а вот так на молитве все время повторяют. Это Бог положил на сердце. У нас ходатай очень много по всему миру. И вы их помните, кого нету, маленько услышали, где-то беда, заболели дети. Поминайте о всех тех, которые знают о нас. Помилуй их, Господи. Галатам 2.20. Посмотрим, как в новом завете надо надеяться. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Господь прямо говорит, прикасающийся к вам касается звеницы ока моего. Не просто, а самого зрачка. Это так нас Бог оценил. И поэтому нападает кто-то, идете сюда, напал какой-то хулиган, отобрал все. Помолись о нем. Как Серафимов пришел, один начал говорить, украли лошадь мою. У меня больше пахать не о чем, и все. Молись. Лошадь вернется. Помолись о том, кто украл. А локация лошади он сбросила в реку и вернулась. И он взял и поехал пахать. Как у Бога все вымерено. Это не басня. Я из своей биографии мог бы так много рассказать. Даже нельзя. Как готовились меня убить на корабле. И в это время в другом городе я обратился. Латыш, недавно вернувшийся из заключения, за слово Божие, приходит к тем, через кого я обратился. И говорит, где этот братик молодой, 23 года. Да в море. Не знаю, сердце так беспокоится. Потом я свел числа. Час, тот час, когда пришли двое меня убить. А в это время жена капитана пришла в этой багерской рубке развешать белье. И они отступились. Это Бог, я узнаю потом только все. То есть это было неоднократно. И каждый раз думаешь, как он-то узнал. Он говорит, я ничего не знал. Просто внутреннее побуждение пришел, через кого я обратился. И стали молиться. И весь вечер молились. А мне Бог оттуда вывел их. И все. И потом, кто готовился убить, чтобы приходили. И он сказал, когда я уезжал, уходил с корабля. Вот. Евреям 13,6. То, что мы смело говорим, Господь не помощник и не убоюсь. Так, что мы смело говорим, Господь не помощник и не убоюсь. Что сделает мне человек? Что сделает человек? Человек многое может сделать. В войну у немцев было, там называются люди, которые делали, в Менгеле, врачи делали особое лекарство. Там все делали. Умерщвляли опыты делали. Ну, для своих. Как на севере их летчики могут. В Японии специальные отряды работали на это. И русские пленные служили для них материалов, а потом сжигали, убирали. Не бойтесь. Ни мура, ни землетесения, ни голода. У Бога для детей своих все приготовлено. Да, народ Божий страдает вместе, но облегчение есть. Вот я у хозяйки одной жил, я просто делюсь. У Лита Григорьевна Захарова. Все есть. Сыновья, муж. И в один год всего лишилась. Сын на стройке стали поднимать, там, дырать, торвать доски. Так пошло с машиной об асфальт, и сразу двоих убило. Мужа зарезали прямо на операционном столе. Дочка вышла замуж, уехала в Румынию. Второй сын полез в петлю. И остался один в ее доме. И она рассказывает свою историю. Отец наш, говорит, любил Библию. Я не поверил. Как любил? Григорьев. Любил, считал Библию. Прям Библию. Ну да. Но у него-то семья была сколько. И вот они, когда они переезжали из Румынии, там, Дунай, и уже сели на баржу. И вдруг подходит один старичок, через всех подошел к нему. Григорий, пошли. Куда пошли? Пятеро детей. А он не слов не говорю, встал, поклонился и сказал, я ухожу. Моими руками живы не будете, вас Господь прокормит. Где он? Она по сегодняшней, ну тогда, когда мы жили, она все по монастырям, везде искала, может где-то он есть. Он встал, поклонился, вышел, семья осталась. И когда у людей все зерно забирали, а мы, говорит, мекины, соломкой чуть-чуть притрусили, которые не видят. Не видят целый большой борт пшеницы, мы, говорит, прожили. Однажды дождь прошел в канаву, глядим, трава прям шевелится. А тогда были брички большие. Мы смотрим, такой рыбы у нас никогда не было. Большая рыба, мы всю бричку загрузили. Ни реки не протекает, ничего. Дождь прошел, из облаков Бог сбросил. Я видел, только небольшую рыбу потеряете. Дождь прошел, ведьмой, поднял ее где-то из реки-то. И прям очень высокая такая местность. Поле пшеница растет, и пшеница рыба. То есть у Бога для нас приготовлено, что мы не знаем, только надо довериться. Исайя, еще прочитаем, 31, 1, 5. Горе тем, которые идут в Египет за помощью, надеются на коней и полугаются на колесницы, потому что их много, и на всадников, потому что они весьма сильные. А на святого Израилева не взирают, и к Господу не прибегают. Вот, как страшно. Это Бог говорит своим возлюбленным, народу своему израильскому, на Бога не надеются. И кажется, выхода никакого нет. Вспомните, какой был геноцид в Германии против евреев, и где они? Они еще больше силы набрали. А Дерсенец с ними воевал, нигде никого нет. Ну, маленько так глянь. А как нужно? Они так, народу Божию, чтобы помогали. Благословляли, а не проклинали. Проклят, кто проклинает их. Об этом мы считаем Бытие 21.2. Определенно, чтобы Богу нам угодить, мы каждый день молимся за Израиля. Да, и у Мирс. У него врагов по площади, которые против него, в 500 раз больше. И ничего не могут сделать. Это Бог так делает. И нас там мало, которые знают Слово Божие. Дивный наш Господь открывает нам свою истину, чтобы мы полагались на Него. Те люди, которые пережили гонение, что было раскулаще, у нас такие люди еще, еще где-то бабушки, дедушки живые. Поговорите с ними. Такие люди, которые доверились Богу. Вот к нам приезжала Баба Дуся, Потеряева. Основатели Потеряевки. И они когда сбросили их, там ничего нету. Тайга. Стали пилить, кто-то в землю стал зарываться. Мерли так, говорят, мы просто вытаскивали, девчонки там. Ну все, к примеру, премирали старики и старухи. И она здесь теперь вернулась. К нам приехала, вот сколько она жила. И 102 года жила. Да ни одного, кто сажал, никого в живых уже нету. И сколько прекрасных историй рассказывала, как Бог их хранил. У нас тут была Валентина Павловна Коня, вы знаете ее. И как их мать бежала со ссылки и трех детей с 700 километров тайгой. И медведей, и волки, и никто ее не тронул. Почему? Дивен Господь. Это милость его. Подтверждается нашей жизнью. На нашей жизни мы видим, сколько раз такое было. Мы жили настолько бедно, у нас, кажется, вообще ничего нету. Отец без руки с войны, 10 ребятишек. Многодетное или не многодетное, 10. Гуси обычно, ну, 2-3 гусенка. У отца 12 от одной гусихи. Там она сидит, даже не помещается по день. И 5 гусих. Там к осени просто табун. Осенью приезжают, к вам все забирают. Инвалид войны. Без руки. Ну, можно было хоть как-то пожалеть. А кто это делал? А кто делал, кто делал? Куда она деньги эти девала? А еще пришла, забрала. Она упала где-то зимой и обморозила и руки, и ноги. Мы этого никому не желали и не желаем. Только скажем, Господи, помоги нам сохранить святую, чистую, православную веру в себе и надеяться на Тебя, и чтобы в вечности не оказаться с левой стороны. Богу нашему слава. Спасибо, Христос.